Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из цикла передач посвященных истории средних веков. В прошлый раз я говорил, что мы рассмотрим, что же происходило в Италии, в Буркунге и Германии Лотаринге в 10 веке после распада Каролинской империи. И вот эта передача, я бы ее назвал так, скрытое цикловище этого цикла. Я планирую три подобных передачи, посвященных очень мало известным темам, практически неизвестным темам в нашей стране. И вот сейчас я предлагаю передачу про историю Италии и Бургунди между смертью Карла Толстого и вхождением этих стран в состав Священной Римской империи. Она очень мало представлена вообще в русскоязычных источниках. И у меня есть еще и свой интерес к этой теме. Дело в том, что, например, в учебнике средних веков, в учебнике истории средних веков есть карта. И на этой карте видно королевство Орела. Возникает вопрос, а что это за королевство? Про него ни слова не сказано. И вот, в частности, сегодня мы увидим, что же это за такое таинственное королевство, как оно возникло и когда оно исчезло с исторической карты Европы. Но основным источником для данного выпуска является книга итальянского историка Джины Фазоли «Короли Италии», которая была написана в середине XX века и недавно переведена и издана на русском языке. Для начала небольшая предыстория. Мы об этом уже говорили два выпуска назад. В 1843 году империя Карла Великого была разделена между тремя сыновьями Людовика Благочестивого. И с 855 по 875 год в Италии правит император Людовик II, внук Людовика Благочестивого, сын его, старшего сына Лотаря, которому осталась вот эта срединная часть и на самой Велике, соответственно, Италия. У Лотаря были два, у Людовика II, простите, были два брата еще. Это Лотарь II и Карл. Лотарь II правил в лотаринге, Карл правил в цис-юранской Бургундии, но Карл умер в 1863 году и его часть была разделена между старшими братьями. Людовику II досталась большая часть цис-юранской Бургундии, а Лотарю II кусочки. Таким образом, история Италии и история Бургундии достаточно сильно связаны. А когда Лотарь II умер в 1869 году, то его королевство было разделено между дядями, между Карлом Лысым и Людовиком Немецким. Ну и получалось так, что Лотарингия и транс-юранская Бургундия оказались почти полностью во владении Людовика Немецкого. Когда император Людовик II умер в 1875 году, у него не осталось сыновей и наследников. Его дочь вышла замуж за графа Базона в Провансе. Вот это тот граф, который впоследствии объявляет себя королем. Правда, не задержится долго на престоле, но это важно. Свои же владения Людовик II завещал Людовику Немецкому, вернее его старшему сыну Карломану. Но захватил Италию Карл Лысый, который правил в западно-французском королевстве, впрочем ненадолго. К 1880 году восточные королинги взяли под контроль Италию, а также цесюранскую Бургундию. Это сделал, правда, уже не Карломан, а его младший брат Карл Толстый, который впоследствии на недолгое время объединит империю королингов под своей эгидой между 1884 и 1887 годами. Но в ноябре 1887 года Карл Толстый был изложен. И вот с этого момента начинается наш сегодняшний рассказ. Как вы помните по прошлому выпуску, в восточно-французском королевстве в Атаринге Карлу Толстому наследовал его племянник Арнульф Карентийский, сын того Карломана, которого должна была достаться Италия после Людовика II. Но Арнульф стал править только в этих двух частях, остальные части бывшей империи и оказались вне его сферы изначально влияния. В них были избраны собственные короли, причем не королинского происхождения. Итак, я напомню, что в цесюранской Бургундии до того, когда-то объявил себя королем Базон, потом Карл Толстый этого Базона усыновил, но к 1887 году Базон уже умер. У него был маленький сын Людовик, который по матери был внуком императора Людовика II. Единственная причина, по которой сразу в 1887 году этот маленький Людовик не был коронован – его возраст. Как только ему там исполнилось где-то около 13 лет, но это было в 1890 году, его короновали королем в цесюранской Бургундии. И вот эта часть получила своего правителя. В трансюранской Бургундии, то есть на северо-востоке, это запад современной Швейцарии, вот вокруг Женевского озера территория, там королем себя объявил маркграф Рудольф, происходивший из старшей линии в эльфов. Он был, насколько я помню, правнуком или праправнуком в эльфа I, родоначальника этой династии. То есть он там был маркграфом и он объявил себя королем. Значит, что касается Италии, то ситуация была в ней следующая. Напомню, что королевство Италия это фактически бывшее королевство Лангобарда, включая герцогство Спалета, но не включая южные земли, то есть Беневента, Капуя, Салетна. Королевство также не включало в себя Папскую область, в которую помимо Рима на тот момент входили также земли на северо-востоке Италии. Это Равенский экзорхат и земли к югу от него называемые Пентаполис. Поэтому все короли Италии будут стремиться также получить корону Римской империи. Папская область подчинялась Римской империи, но не королевству Италия. Также понятно, что папы не особенно хотели короновать королей императорами, потому что они получали себе еще светского начальника. Если взять само королевство Италия, то на момент изложения Карла Толстого там было три определенных центра силы, три марки. Это Фриули, Спалета и Тоскана. Марка Фриули это северо-восток Италии, то есть это севернее Венеции и восточнее Гороны. Она призвана была защищать королевство от набегов славян, а впоследствии венгров. Марка Спалета на юго-востоке королевства была призвана защищать его от византийцев. А Марка Тоскана на юго-западе, то есть севернее Рима, столицей этой марки была Лука, она была призвана защищать королевство от набегов с моря, набегов сарацин, которые к тому времени закрепились на островах в Средиземном море. Интересно также, что к марке Тоскана относился остров Корсика. Марка Фриули был Берингарий, а до него его отец Эвердат, который получил эту марку еще от Людовика Благочестивого, вместе с рукой его младшей дочери. Таким образом, Берингарий по матери был внуком Людовика I и довольно близким родственником Каролингов, двоюродным братом императора Людовика II и Карла Холстова. Марка Фриули был Гвида, предки которого происходили из северо-западной Галлии. Они владели бретонской маркой еще до Роберта Сильного. Они поддерживали императора Лотаря. Это было еще тогда, когда Лотарь и Карл Лысый за Галлию конфликтовали. И вот, по всей видимости, предки Гвида последовали за Лотарем в Италии и получили там в управление эту марку. Но определенные связи на северо-западе Галлии в Нейстрии у них тоже сохранились. Ну и, наконец, маркой Тоскана управляла Адальберт II. Он наследовал своему отцу Адальберту I, который перебивался в Италию из Баварии. И хотя этот Адальберт был богат, но он не обладал сильным характером, поэтому не включился в борьбу за престол. Таким образом, борьба за престол должна была быть между Берингарием и Гвида. Но последний, то есть Гвида, избрал другую тактику. Он попытался получить корону западно-французского королевства и отправился на север, потому что его предки были оттуда. Его родственником был архиепископ Фульк Ремский, а одним из главных его сторонников был граф Раммульф из Пуатье, который также управлял герцогством Аквитания. Однако, в прошлый раз мы уже говорили, что избран тогда королем западно-французского королевства был Эд. Марк-граф Нейстрии и Гвида отправился в Освеяси ни с чем. А тем временем в Италии был избран королем Берингарий. Это было в самом конце 1887-го года или в начале 1888-го. Гвида, когда он двигался обратно через земли Бургундии, набрал там войско и в октябре 1888-го года вторгся в Италию с целью силы взять корону. В первой битве победил Берингарий, но затем, впоследствии, Берингарий был ранен, его армия отступила и Гвида закрепился в столице итальянского королевства в Паве, где в 1889-м году на новой ассамблее был избран королем. Берингарий же отошел на восток в свои владения, в марку Феулли и оставался там. Естественно, не признавал королем Гвида. Ну, следующей целью Гвида была императорская корона, как я уже говорил, вот важность, почему короли Италии стремились также стать императорами. Она позволяла установить власть над Павской областью, а Павская область отделяла таким перешейком как бы основную часть королевства Италии от марки с палетом. К тому же на роль императора претендовал и Арнульф. Арнульф постепенно закрепил свое первенство. Его вассалами признали себя короли Эд в западно-франциском королевстве, Рудольф в транс-юранской Бургундии и, скорее всего, и Людовик в цис-юранской Бургундии. И поэтому логичным продолжением была коронация Арнульфа. Чтобы этого помешать, Гвида поспешил в Рим. И хотя папа Стефан V настойчиво просил Арнульфа поспешить в Италию, поспешить в Рим, Гвида его опередил и вынудил папу короновать императором себя. И это произошло 21 февраля 1891 года. То есть, король Италии с этим еще можно было смириться. Но император Гвида, это, конечно, было неслыханное оскорбление для королинга Арнульфа Каринтийского. Тем более, что Гвида еще на своей печати приказал выбить слова Реноватио Регни Хранкору. Возрождение франкского королевства. Символично было и создание двух новых марок, которых в Италии раньше не было. На северо-западе была создана еврейская марка от города Иврея. Это недалеко от Турина. И она была призвана защищать королевство от вторжения с северо-запада. Естественно, раньше, когда королевская империя была единой, не было никакого смысла внутри страны иметь защиту от другого региона. А еще одна марка была создана на северо-востоке. Возможно, это была северная марка Креули для того, чтобы защищать от вторжения со стороны Баварии, то есть как раз от Арнульфа. Для укрепления династии Гвида также добился в 891 году избрания своего сына Ламберта королем Италии. А 30 апреля 1892 года уже новый папа Формоз в Равенне был вынужден короновать Ламберта императором Франко. Но, возможно, правда, что Формоз, который не был особо сторонником Гвида и Ламберта, хотел этим дискредитировать. Последним его, потому что короновал не в Риме и короновал не императором римским. И мы позднее увидим, что ненависть Ламберта и Формоза будет иметь далеко идущие последствия. Осенью 1893 года Формоз просит Арнульфа в очередной раз вторгнуться в Италию и избавить ее от Гвида и Ламберта. И в 1894 году Арнульф вошел в Италию, в его войске был Берингарий, к тому времени Берингарий признал себя вассалом Арнульфа. А на стороне Гвида выступили новый марграф евреи Анскарий и король трансюранской Бергунди Рудольф. Но у Рудольфа с Арнульфом были свои счеты. Дело в том, что Рудольф, взойдя на престол трансюранской Бергунди, попробовал завоевать Лотарингию. Потому что ранее это все было королевство Лотаря II. И Рудольф попытался его восстановить, но быстро потерпел поражение и признал себя вассалом Арнульфа. И вот он хотел отыграться. Арнульф же в 1894 году прошел весь север Италии и с юга вошел в трансюранскую Бергундию, чем еще раз умудил Рудольфа к покорности, вывел его из войны. А в Италии оставил воевать Берингария. А Гвида в декабре 1894 года умер в окрестностях Пармы. Вот в прошлый раз я допустил неточность, говоря, что Арнульф далее в 1895 году воевал с Гвида. Он уже воевал, конечно же, с его сыном Ламбертом, которому в ту пору было порядка 16 лет. Он еще был юношей. Но вот Джина Позори пишет, что Ламберт был довольно многообещающим молодым человеком, умным, энергичным. У него была еще и властная мать Агельтуда, которая происходила из Лангопардов. Она была дочерью герцога Беневента. То есть Ламберт был по отцу Франком, а по матери Лангопардом. И, кстати говоря, он вмешивался также и в дела Лангопардов по этой причине. Они были родственники. Но, тем не менее, в 1895 году силы были не равны. И Арнульф в декабре без труда занял весь Север Италии. Потом пошел в Рим. И уже 22 февраля 1895 года, после силового захвата Вечного Города, был коронован римским императором. Затем Арнульф идет на Спалета. И вот по пути с ним случается удар. Я так предполагаю, что это был инсульт. Далее Арнульф был парализован. Его армия, оставшись без предводителя, отступает. Сначала на Север Италии, потом в Германию. И, в общем-то, там через три года Арнульф умирает, так и не оправившись от последствий этого инсульта. Но об этом мы говорили в прошлый раз. Ламберт и Агильтруда вернули себе контроль над Римом. Там папа Формоз уже к тому времени умер. Они устранили папу Бонифация VI, который был сторонником Формоза. Возвели на римскую кафедру Стефана VI, родственника Ламберта, который был епископом Анании. И перед этим Стефаном VI стояла непростая задача. Во-первых, требовалось признать коронацию Арнульфа незаконной. А также сомнительным было папство самого Стефана. Поскольку каноническое право не допускало перехода с одной епископской кафедры на другую. То есть, будучи епископом Анании, он не мог стать епископом Рима. С другой стороны, была найдена такая юридическая уловка. Папа Формоз сам был изначально епископом Порта в Италии. Имеется ввиду недалеко от Рима городок Порта. И тоже стал епископом Рима, будучи епископом Порта, вопреки каноническому праву. И поэтому в январе 897 года Стефан VI провел печально знаменитый трупный сенот. Полуразложившееся тело Формоза было вынуто из могилы. Его нарядили в папское облачение, судили и признали виновным. Лишили его сана и объявили незаконными все сделанные им посвящения, а также коронацию Арнульфа. Цель была достигнута. Трупу Формоза отрубили пальцы и захоронили его вне пределов Рима, как простого мирянина. Ламберт и Стефан достигли своей цели. Коронация Арнульфа признана незаконной. Ламберт единственный император. Степан, римский епископ по каноническому праву, потому что его посвящение в епископы Анании было признано незаконным. На самом деле это тоже противоречило каноническому праву, потому что таинства считаются исходящими от Бога. И вот человек, в том числе Формоз, был всего лишь проводником Божьей воли. И то, что он был, грубо говоря, епископом Рима незаконно, неканонично, не делало сделанные им таинства ничтожными. То есть, в общем-то, впоследствии следующие синоды отменили постановление Трупного синода. Самого папу Стефана Римляни вскоре заточили и убили. При его преемнике был достигнут ряд компромиссов. В частности, восстановлена законность посвящений, сделанных Формозом. Далее, в августе 1898 года Маркрафта Сканы Адельберт II восстал против Ламберта. Возможно, это было сделано под влиянием второй жены этого Маркрафта Берты. Она была дочерью короля Лотаринги Лотаря II. И она была довольно амбициозной персоной. Хотя силы Маркрафта Адельберта были значительнее, чем силы императора Ламберта. Но Ламберт был человеком смелым. Сколько ему было? Лет 18, максимум 20. Он такой бравой атакой захватывает лагерь, где там был пир, и как бы все разбегаются. Адельберт где-то в Холливу спрятался, его нашли, взяли в плен. Но Ламберт так и не успел его судить, потому что в октябре 1898 года в результате несчастного случая погиб на охоте. И единственным королем Италии, соответственно, остался Беренгарий. Который, как я хочу напомнить, был коронован еще до Гвина. Однако в сентябре 1899 года, через год после его, казалось бы, фатрон зашатался под ним. Дело в том, что в Италию вторглись венгры. Беренгарий выступил против них с армией, собрал значительные силы. Венгры видели, что они в меньшинстве запросили мира. Беренгарий думал, что он их победит и отказал. Там преследовал венгров. Венгры еще раз запросили мира. Беренгарий повторно им отказал. И вот 24 сентября 1899 года уже в абсолютном отчаянии, терять им было нечего. Венгры пошли во банк, атаковали войско Беренгария и полностью его разбили. И потом еще год вообще безнаказанно грабили север Италии. А Беренгарий себя, конечно же, этим глупым поражением дискредитировал. И начал искать нового короля. Наиболее подходящим кандидатом оказался Людовик. Король Цесюранской Бургунжи, о котором я говорил ранее. По матери он был жнуком императора Людовика II, то есть ближайшим родственником королинков. Ему было на тот момент чуть более 20 лет. Он уже 10 лет правил Цесюранской Бургундией. У него были прекрасные отношения с соседом на востоке, с марграфом-евреем Аскарием. С его теткой, вдовствующей императрицей Ангельбергой. И двоюродной теткой марграфиней Бертой Тосканской. А также даже вдовой Гвида Спалецкого Агельтрудой. То есть как бы его все поддерживали. Он входит в Италию в сентябре 1900 года. 5 октября в Паве был избран королем. Потом спускается в Рим. Триумфально в него входит. И 22 февраля 1901 года коронован императором Людовиком III. Проблемой Людовика стала его относительная неактивность. В течение тех 22 месяцев, которые он продержался в Италии. В то же время Берингарий развил достаточно бурную политическую деятельность. Он перевербовал многих сторонников Людовика. По каким-то причинам тот поссорился с марграфом Адельбертом Пасканским. За Адельберта из Ивреи. Который в 1902 году наследовал умершему своему отцу Анскарию. Берингарий отдал замуж единственную дочь Гизлу. И Иврея была ключевой маркой в то время. Потому что она как бы граничила между Италией и Провансом. И замучившись поддержкой Адельберта. Берингарий тем самым отрезал Людовика от его первого королевства. И от тех ресурсов, которые тот мог бы получить. А в самой Италии у Людовика силы были достаточно скромные. После этого Берингарий его даже не то чтобы разбил. Людовик понял, что он не может сопротивляться. И принес клятву на Библии, что он возвращается в Цесвиранскую Паркунтию. И больше никогда не будет вступать на землю Италии. Но в 1904 году венгры совершают новый набег на Север Италии. Берингарий вновь оказывается не в силах защитить страну. И знать снова приглашает Людовика Третьего. Людовик нарушает данную им ранее клятву. Возвращается в Италию. Легко берет под контроль весь север страны. Вплоть до Вероны. Занимая Верону, Берингарии укрываются в Альпах на границе с Баварией. Людовик уже так уверен в своей победе. Тем более до него дошли слухи, что Берингарий умер. Что он распускает свое войско. И остается в Вероне. Предается разным развлечениям. А Берингарий жив. Он в Баварии нанимает армию. Поддерживает связь с верными ему людьми в Италии. И 21 июля 1905 года с помощью предательства проникает в Верону. Окружает дворец, в котором остановился Людовик. Император пытается уходиться в церкви. Но его ловят в этой церкви и ослепляют. Это ослепление была кара за нарушение клятвы. После этого его отправляют обратно в Цесиранскую Бургундию. А в историю Людовик III вошел под прозвищем Слепой. В Цесиранской Бургундию Людовик Слепой правил еще 23 года. Хотя это, скорее всего, было несчастное существование короля, чье начало правления выглядело столь безоблачным. Его опорой и реальной властью в королевстве стал Гуго Граф Арля и Вьенна. Его называют Гуго Арльский или Гуго Вьенский. Ну, я буду говорить Гуго Арльский. Он был на несколько лет моложе Людовика. Его матерью была та самая Берта, дочь короля Лотаринги Лотаря II, от брака с Вальдрадой. А я напомню, что этот брак с Вальдрадой в свое время признали недействительным, чтобы лишить детей Лотаря наследие отца и разделить королевство между Карлом Унсом и Людовиком Немецким. Так вот, Берта вышла сначала замуж за графа Тибо Арльского. И вот, собственно, от этого брака родился Гуго и его брат Базон. И, соответственно, после смерти Тибо Берта выходит за марграфа Адальберта Пасханского, о котором мы только что говорили. И от вот этого марграфа родились сыновья Гвида и Ламберт. Что касается Гуго, то Людовик сделал его марграфом Вьенским и герцогом Прованским, фактическим правителем королевства. Но это было после осъяпления. И символично, что даже столицу перенесли из Вьена в Арль. На вершине своей славы Людовик III был помолвлен с византийской принцессой Анной, дочерью императора Льва VI. Но брак, судя по всему, не состоялся, видимо, по причине несчастья произошедшего с Людовиком. Тем не менее, примерно в ту пору у него родился сын с необычным именем Карл Константин. Но все же он считается внебрачным, поскольку корону отца не унаследовал, а впоследствии стал лишь графом Вьенским. Браком же официальным Людовик сочетается с дочерью короля трансюранской Бургунги Рудольфа I, Аделаидой. И когда Рудольф в 1912 году умирает, то Гуго Арльский женится на его вдове и пытается завладеть вторым Бургунским королевством. Впрочем, это ему не удалось, потому что на троне трансюранской Бургунги тогда весьма прочно закрепился Рудольф II, сын предыдущего короля. Гуго также пытается завладеть короной Италии. И между 1917 и 1920 годами он идет с войском через Альпы на Павию. Но Беренгари в ту пору прочно удерживает власть. После неудачи Людовика у него не было каких-то сильных соперников. Беренгари легко отражают атаку у Гуго. К тому времени он уже получил императорскую корону. Это произошло в декабре 1915 года. В Риме папа Иоанн X короновал Беренгари императором, вероятно, в знак признания и благодарности за его помощь в битве при Гавильяна. Это знаменитая битва, где сам папа лично повел христианское войско против Сарацин. На Венгерском фронте Беренгарий не мог похвастаться подобными успехами. Он платил венграм дань. И знать королевство, конечно, было этим очень недовольно. Но после того, как Гуго не смог захватить Италию, то уже в 1921 году итальянские магнаты приглашают на трон короля трансфюранской Бургуньи Рудольфа II. Поначалу бургунцы контролировали только северо-запад Италии. Это Марку и Греи и Милан. Но 29 июля 1923 года между войсками Рудольфа и Беренгария происходит битва при Фьюэренсуоле. И в этой битве Беренгарий был разбит. Потом Рудольф взял под контроль весь север Италии. Беренгарий бежит на восток, укрывается в Вероне. Он уже достаточно старый человек, ему около 70 лет. И вот 7 апреля 1924 года в Вероне Беренгарий был убит ударом копья в спину на пороге той самой церкви, где когда-то по его приказу ослепили Людовика III. Рудольф II по смерти Беренгария так и не стал полноценным королем Италии. Его власть не признавали ни в Тоскане, ни в Спалетам. Даже на севере против него бунтовали. Это символично, что у Рудольфа был тесть Герцог Шваби Бурхард. Шваби это регион на юго-западе Германии. И вот Рудольф попросил Бурхарда быть посредником между ним и итальянской знатью. А в первую очередь это была марк-графиня евреи Эрменгарда, которая приходилась сестой луко-арльскому. И также марк-граф Тоскан. Когда герцог Бурхард прибыл в Милан, то его там убили. А Рудольф предпочел после этого просто вернуться в свое королевство. Бежал из Италии и тогда знать пригласила в Италию Гуго-Арльского. Он был сводным братом правившего в Тоскане Гвида и правившего в Ивреи Эрменгарду. То есть это были его сводные браты сестра. И Гуго отправился морем, вышел на берег в Пизе, прошу прощения, в Пизе, а из Пизы отправился в Павию, где был коронован новым королем Италии. И с тех пор итальянский проект стал для Гуго ключевым. В Арле на хозяйстве остался его брат Базон. Однако графство в Йенна, король Людовик слепой, передал управление своего сыну Карлу Константину. В Италии Гуго приложил все усилия, чтобы не повторить тех ошибок, которые в свое время совершили Людовик и Рудольф. А надо сказать, что Гуго был близким помощником Людовика в пору его итальянских походов, но и сблег из этого уроки. Собственных владений в Италии у него не было, то есть у него не было своих ресурсов. Он опирался на сводных брата и сестру. Но для того, чтобы контролировать Италию, Гуго впервые, наверное, в такой европейской истории, создал весьма эффективную сеть шпионов. Они позволяли ему держать под контролем и знать, своевременно раскрывать заговоры. Поэтому, когда в 1928 году в Орле умер несчастный Людовик слепой, то Гуго мог, не опасаясь мятежа, вернуться из Италии в Прованс, уладить там свои дела. Потому что он наследовал Людовик, он стал новым королем из Италии в Бургундии. Он попытался ущемить права Карла Константина, вот этого сына Людовика, о котором я говорил выше. Вроде бы он договорился с королем западно-францкого королевства Раулем и графом Гербертом де Вермондуа о передаче Вьенна последнему, то есть Герберту. Но Карл Константин отстоял свои владения. Лишь Леон тогда был отторгнут от цесюранской Бургундии и присоединен к западно-францкому королевству. Но власть Гуго была такой шаткой, потому что он правил на два королевства и он предпочел Италию. Поэтому он в Италии коронует своего сына Лотаря в 1931 году. Он отзывает в Италию также своего брата Бозона. И через два года, в 1933 году заключает договор с Рудольфом II о том, что Гуго уступает корону цесюранской Бургундии Рудольфу. И таким образом под властью Рудольфа оказываются обе Бургундии, которые с 1933 года объединяются и называются королевством Орелат. С тех пор столица его Бургундии, а взамен Рудольф II отказывается от своих прав на корону Италии и уступает ее Гуго. И Гуго таким образом становится единственным королем Италии. Но в Италии Гуго перестает доверять своим сводным братьям, то есть Гвида и Ламберт. У Гвида в 1929 году умер. Марграфом Тосканы стал младший брат Ламберт. Гуго тонкой манипуляцией побудил вот этого вспыльчивого молодого Ламберта обвинить его в оскорблении памяти матери. Был назначен судебный поединок и Гуго выставил туда сильного воина. То есть он надеялся, что этот воин убьет в ходе поединка Ламберта. Что-то это напоминает «Игру престолов», тому, кто читал и смотрел этот сериал. Но в ходе поединка Ламберт одержал верх, он убил воина Гуго. И такой возбужденной радостью своей победы начал оскорблять короля. А Гуго только этого и надо было. Он тут же приказал схватить Ламберта и ослепить его. И таким образом лишил его власти. А Марграфом Тосканы стал родной брат Гуго Базон. Чтобы починить себе Рим, а я напомню, что Рим это была отдельная история, Гуго женится на знатной римненьке Мороции. Это тоже интересная история. Мороция обладела замком Святого Ангела. К тому времени на папском престоле ее усилиями был ее сын Иоанн XI. Она сама, Мороция, была дочерью графа Теофилакта, который при Людовике III возглавлял римское ополчение. И хотя Людовика как бы изгнали из Италии, но Теофилакт сохранил контроль над Римом с тех пор. После его смерти этот контроль получила Мороция. Первым браком она сочеталась с Марграфом, с Палета Альберихом I, а вторым браком с Гвида Тосканским, со сводным братом Гуго. Гуго рассчитывал, что женившись на Мороции, он возьмет под контроль Рим и приобретет корону императора. Но этому не суждено было сбыться, потому что вмешался сын Мороции от Альбериха, Альберих II, который был Марграфом с Палета. Он заточил свою мать, выгнал Гуго из Рима. И возможно он также заточил своего сводного брата Иоанна XI папу. Впоследствии Альберих еще долго будет править в Риме. Он будет контролировать папский престол, возводить на него своих протеже. В конце концов он возведет на папский престол своего сына Октавиана под именем Иоанна XII. Гуго же вернулся к интригам. Он решил заманить в ловушку и ослепить Марграфа, евреи Берингария II, сына, упомянутых выше Адельберта и Гизлы, и таким образом внука императора Берингария I. Но вот юный лотарь, сын короля, предупредил Берингария о коварстве своего отца. Марграфа бежала в Германию к Адтону I. А в Италии, конечно же, с стойкостью Гуго и его правлением были недовольны уже буквально все. И Берингарий II без труда он получил поддержку Адтона, сколотил какое-то там войско и в 945 году пошел на Италию. Никто из знати Гуго не поддержал. И король сделал такой весьма сильный политический шаг. Он отрекся от престола. И престол таким образом достался лотарю, который формально с 931 года был соправителем отца, но в 945 году он стал единственным королем Италии. Берингарий не мог отказать этому молодому человеку, потому что в свое время тот спас его жизнь. И лотарь II стал королем Италии. Хотя фактически правил там Берингарий, который сохранил все рычаги правления в своих руках. Но последнее, что сделал Гуго Аркский, перед тем, как отправиться доживать свой век обратно в Прованс, это он женил своего сына на дочери Рудольфа II Адалаинде. Девушке очень умной и смелой. И король Лотарь II тоже сам был, видимо, неглупым и энергичным человеком, потому что он постепенно освобождается от опеки Берингария, он заводит союзы, он тайно готовится отобрать власть у Берингария. Но в 1950 году скоропостижно умирает. Есть подозрение, что молодого короля отравили. Косвенно это подтверждается тем, что Берингарий заточил королеву Адалаиду в башне. И далее следует очень интересная, буквально, постсюжетная история. Был такой епископ Адалард. Он отправил к заточенной в башне Адалаиде своего капеллана, через которого, вероятно, передал мужскую одежду. Вот, облачившись в мужскую одежду, королева Адалаида, ее служанка и сопровождающих этот капеллан выходят из башни и бегут. Побег обнаруживается через несколько часов. Берингарий пускается в погоню. Королева со служанкой прячется где-то в поле, в стогу сена. Берингарий по этому полю скачет. И копьем шарит среди колосьев. Каким-то чудом королеву он там не находит в этом стогу. Далее вот эти две молодые женщины выбираются, идут через север Италии в сторону Германии. Уже там где-то в болотах возле манты они умирают с голоду практически, но встречают рыбака, который там их накормил рыбой. А капеллан тем временем возвращается к епископу. И епископ высылает своих людей на поиски королевы. Они благополучно находят королеву и ее служанку и доставляют уже в безопасности их к Аттону. А впоследствии Аделаида выходит за Аттона замуж. В 952 году этот Аттон предназил Берингария принести ему вассальную присягу и отдал к тому же часть приульской марки. Сохранив корону, Аттон оставил над Берингарием предназирателя, герцога Конрада Латынингского. Но герцог был не очень умен, и Берингарий его достаточно легко переиграл. И начал жестоко расправляться со своими врагами, которые в свое время способствовали тому, что Аттон пришел в Италию и ограничил власть Берингария. Аттон в 956 году отправляет сына Леудольфа для того, чтобы контролировать Берингария. Но Леудольф вскоре заболел и умер. Берингарий снова стал спередствовать. И уже к жалобам на Берингария добавился голос папы. Тогда Аттон сам лично возглавил поход в Италию. Это было в августе 961 года. Берингарий долго сопротивлялся. То есть Аттон там покорил почти все земли. Берингарий в каком-то замке держал осаду. Но был в конце концов вынужден капитулировать. Его заточили в Германии, где он умер в 966 году. Сопротивление продолжили сыновья. Старший из них Адельберт даже дошел до Константинополя в поисках помощи. И получил ее от императора Никифора Паки. Но силы, которые предоставил император, были разбиты. Значит, сам Адельберт был вынужден покинуть Италию. Он осел на северо-востоке Бургундии. А впоследствии его сын Отто Вильгельм стал первым фальцграфом Бургундии в составе Священной Римской империи. И потом эта династия очень долго правила в той части, которая была в составе империи. В Италии с 962 года Адкон закрепился уже окончательно. Он был коронован императором Священной Римской империи, основав вот такое государственное образование. Но это совсем другая история. Мы об этом будем говорить в следующий раз. А королевство Италия на долгие века сошло с исторической сцены. И лишь в середине XIX века было восстановлено под эгидой Савольского дома после завоевания Гарибальдии. Тем временем в Бургундии, которую называли, соответственно, королевство Арилакс, то есть это было объединение Транс-Юрансской, Цисс-Юрансской Бургундии, Прованса, там правил Италия Гарибальдии II. Он умер в 937 году. Гуго Арыский, который тогда еще был жив, и правил Италии, женился на вдове Агубальдии II, попытался еще раз провести такую же комбинацию, получить ответку над малолетними детьми Бургундского короля. Но, как и в прошлый раз, ничего у Гуго не вышло с Бургундией. И сын Гуго II, Конрад, прозванный Тихим, мирно правил себе без особых потрясений на протяжении 56 лет. Что просто удивительно для того гурного времени. Он умер аж в 993 году, и ему наследовал сын Гуго III, который, опять-таки, вполне мирно и без каких-либо потрясений правил еще 39 лет. То есть, вот эти два короля, Конрад Тихий и Рудольф III, правили Бургундией практически 100 лет. У Рудольфа III не было сыновей. И еще в 1016 году император Генрих II добился признания себя наследником Рудольфа в обмен на помощь, которую он оказал Рудольфу против упомянутого ранее фальцграфа Отто Вильгельма. Но Рудольф пережил Генриха. Генрих II умер раньше, Рудольф умер в 1032 году. Однако данное ему обещание осталось в силе. По смерти Рудольфа III его королевство, то есть Аделат, перешло к императору Конраду II. И таким образом это королевство вошло в состав Священной Римской империи, в которой впоследствии и пребывало. Впрочем, не следует путать само королевство и его составные части. Вот если мы возьмем графство Вьенно, то там продолжал кровить какое-то время Карл Константин. Он умер, ему наследовала его дочь Констанция. Она сочеталась браком с Базоном II, графом Арльским, который был внуком вот того Базона, о котором мы ранее говорили. То есть Базона брата Гуго Арльского. И потомки вот этой линии, то есть Констанции и Базона II, правили в Провансе до 1112 года. А потом в силу династического брака эти земли отошли графу Барселоны Раймуну Беренгеру III. То есть вот таким образом это мы уже забежали далеко вперед, но такой обзор событий в Италии и в Буркундии в 10 веке, в то время, когда они были независимыми королевствами и впоследствии они вошли в состав Священной Римской империи. Вот мы это сегодня посмотрели, а в следующий раз мы посмотрим, собственно, на Германию и Лавдорингию в 10 веке, на то, как там пришел к власти уже упомянутый Аттон и правили его потомки. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч! Продолжение следует...